Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр. У нас сегодня утреннее видео. Решил заснять восход, солнышко. Отличное такое вот состояние. Я заметил, когда встаешь рано утром, то наполняешься любовью и счастьем. То есть даришь эту гармонию миру. Мир дарит ее тебе, и это происходит такое вот слияние с миром. Гармоничное, радостное состояние. И когда в этом состоянии, то совершенно по-другому взаимодействуешь с миром, со Вселенной. В этом состоянии больше гармонии, больше счастья. Поэтому можно раньше ложиться, раньше вставать, меньше есть, меньше спать. Ну и постепенно переходить в такое глубинное гармоничное состояние, которое дает возможность наполниться радостью, счастьем, гармонизироваться и быть в большей степени осознанным человеком. Есть даже книга «Магия утра», которая говорит о том, что кто раньше встает, у того больше энергии. В принципе, это можно заметить на своем опыте, даже не веря там кому-то. Можно читать много книг, слушать много аудиокниг или видео. Но самое главное – это собственный опыт, это я понял на себе. Поэтому сколько не слушаешь, оно часто бывает просто впустую. То есть как бы слушаешь, но ничего не меняется, не слышишь. А вот когда собственный опыт подсказывает, то есть собственное состояние меняется, то есть начинаешь прислушиваться, ну не то чтобы даже кому-то, а как пространство Вселенная сама подсказывает, что пришло время изменений. Вот и сегодня вот как раз день таких изменений. Сегодня спал где-то около пяти часов и проснулся очень легко. До пяти часов, до будильника, и уже вот в 6.20 солнышко встало, и мы встречаем рассвет, восход, даже точнее можно сказать, потому что рассвет встретили, наблюдая его в отражении. У нас дом такой напротив, в окнах виден именно рассвет, а вот восход уже возле моря. Вот и закат у нас тоже из окна виден, то есть получается так очень классно, здорово. Вот и что еще хотел сказать, что, ну о практике, да, то есть есть духовная практика, есть телесная практика, вот каждый идет по-своему, кто-то начинает с духовной практики, как и я им, то есть очищает ум, сознание, вот потом переходит к изменению образа жизни, питания, вот постепенно, постепенно, шаг за шагом, то есть главное, чтобы сознание было готово. Вот если сознание готово, то наступают изменения в теле. Вот а кто-то начинает менять тело, да, то есть питание, там спорт, упражнения, да, и постепенно меняется, очищается сознание, да, то есть он приходит в духовные практики, у каждого свой путь, то есть кому-то ближе так, кому-то так. Для меня всегда было более важно сознание, дух, и тут опять же возникает вопрос, кто обладает этим сознанием, то есть некоторые говорят, что сознание это продукт мозга, а кто-то наоборот говорит, что сознание первостепенно управляет всеми намерениями Вселенной, телом и так далее. Соответственно, сознание даже можно перевести как совместное знание, как процесс познания Вселенной, процесс исцеления и такой как бы животворящей истины. То есть сознание подсказывает, как правильно делать. Иногда мы прислушиваемся, иногда нет. Потом бывает, жалеем, что не прислушались к какому-то такому импульсу, который говорит, вот сделай вот так, вот так будет правильно. И этот животворящий импульс, он нам как бы ведет за собой, да, то есть вот этот канал, открытый канал совести, который соединяет нас со Вселенной, с Высшим Я, с Источником. И в этом состоянии мы можем двигаться дальше, то есть осознанно какие-то создавать вещи, наполняться любовью, счастьем. И, конечно, в этом состоянии гораздо приятнее действовать, потому что когда состояние хорошее, то все идет как надо. Вот. А хорошее состояние создается очищением ума, сознания и очищением тела. То есть для очищения сознания я использую процессинг. Вот. То есть это практика, которая позволяет заглянуть с помощью своего сознания в подсознание и прочистить его. Вот. Ну и второй момент – это очищение тела, то есть это, скажем так, переход на живое питание постепенно, да, то есть растительную пищу, сыроедение. И дальше уже переход на непитание, то есть неедение. То есть, ну, можем так сказать, как солнцеедение есть, такие праноедение, да. Ну, неедение, а то как бы мы говорим о том, что мы вообще не кушаем, а просто создаем эту энергию самостоятельно. Вот. То есть не то, чтобы… Кстати, на английском, да, вот вчера как бы прояснился один момент, что это не солнцеедение, а смотрение на солнце там, там у них другой термин, это просто у нас так как бы сложилось солнцеедение, да, но мы не кушаем солнышко в прямом смысле, а мы просто наблюдаем за ним и получаем энергию через кожу, через глаза, вот. То есть наполняемся таким образом. Вот. Поэтому вот такой процесс перехода. И, конечно же, у каждого он идет по-своему, то есть можно прислушиваться там к другим людям, читать книги там, лекции слушать, вот, какие-то знания. Но самое главное, это вам должно подсказать ваше высшее я, то есть источник, что вы готовы, вот, что вы должны получить такое как бы состояние, да, я готов, сознание готово. И тогда пойдет процесс как нужно. То есть не просто действие из ума, потому что так нужно или так, такое как бы, да, именно состояние, когда вы готовы полностью это сделать, то есть в полной мере. Вот. Ну и, соответственно, когда вы готовы, то состояние у вас начинает улучшаться, вы начинаете действовать во благо для себя и для других людей. Вот. Такой процесс перехода идет. Поэтому будьте осознанны и наполняйтесь любовью и счастьем, делитесь этим счастьем с другими, и все будет происходить как нужно, во благо для вас и для других людей. Вот. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях или мне в личные сообщения. Буду рад общению. Мои контакты будут указаны под этим видео. Вот. И, конечно же, делитесь видео с друзьями, ставьте нравится, подписывайтесь на каналы, включайте напоминания. Вот. Видео записываю ежедневно, вот, с такого, с моря обычно, да, там, где, чтобы каждый человек получал вдохновение и заряжался позитивом. Так что, друзья, вам счастья, гармонии и до скорой встречи.